Мусорные баки, расположенные в центре двора по улице Алтын-Хасыр в поселке Кирпичный, мешают жителям этих домов не первый год. Ранее, а точнее в прошлом году, как рассказывают собравшиеся здесь соседи, их неоднократные жалобы были услышаны и председателем КСК, и отделом ЖКХ, и контейнеры были переставлены в тыл многоэтажки. Теперь же вернувшиеся на прежнее место баки беспокоят всех. Жители опасаются, что с потеплением аромат их содержимого проникнет дома. У нас вечная проблема сейчас. Получается, мы вызывали вас в октябре, по-моему, когда только начали городить нам эту вот мусорную площадку новую здесь. Ну, все равно поставили, вышел репортаж, все было, но все равно ее перегородили сюда. Теперь мы собрали документы, все подписи, мы собирали собрание, у нас есть протокол собрания. Мы собрали почти 80% подписей от жильцов, чтобы ее принесли на старое место. На старом месте она стояла там, получается. Там. Нигде не видно ее было. Неприглядно в месте было. Но сейчас вы посмотрите, что творится. Для рассмотрения жалобы этих граждан на место сегодня выехал депутат Актюбинского областного маслехата и по совместительству активист волонтерского движения «Дыши» Евгений Лазарчук. Ознакомившись с документами и заявлениями людей, он разъяснил процесс рассмотрения. Но с такой перспективой согласны не все. В протоколе мучения собрания было направлено письмо в отдел ЖКХ, а там, чтобы вернуть контейнерную площадку на место. По обращению жителей. А кто подпишек собирал? ЖКХ. Инициатор, секретарь и председатель вот здесь написаны. Вот они перед вами. Когда это минимум? Когда это по обращению жителей мы провели работу. Все, что от нас требует. У вас документы нужны? А не в одну сторону? В ходе встречи к компромиссу стороны так и не пришли, так как перенос мусорных контейнеров на прежнее место мешает владельцам других частных домов. А рядом находятся школа и детский сад. Чтобы решить данную проблему, нужны подписи и согласие всех граждан. Придут ли жители этих домов к единогласному решению без споров на повышенных тонах, пока неизвестно. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».